Что сейчас происходит в регионе, расскажет телеканал ПС, студия Артемий Заварзин. Добрый день. Северяне обновили состав областного собрания Архангельской городской думы. В Поморе прошли дополнительные выборы депутатов. В парламент региона голосование шло по трем избирательным участкам на территории Котласа, Вельского, Онежского, Шенкурского районов, а также округа Новая Земля. В итоге по 14-му одномандатному округу, это город Котлас, победу одержал врач-уролог местной центральной больницы Николай Тараканов. По Вельскому и Шенкурскому районам наибольшее количество голосов получил депутат Вельского районного собрания Олег Сидоровский. А в 20-м округе, это Онежский район, победил бизнесмен Анатолий Назаров. Голосовали и два городских округа областной столицы. В Аравинофактории и Майская горка из пяти кандидатов жители избирали одного, кто теперь займет место в Архангельской гордуме. Взамен ушедшего в Госдуму Дмитрия Юркова. Голосование проходило на девяти избирательных участках. В Ломоносовском ДК работали сразу два избирательных участка. Для тех, кто пришел проголосовать, концертная программа, выставка народных умельцев и, конечно, пироги. Несмотря на это, явка все равно низкая. К полудню из более чем двух тысяч избирателей. Голоса отдали только 106. Но идут они уже конкретно. Конкретно, видимо, уже были агитаторами, была проведена работа. Поэтому идут целенаправленно. Помощи здесь никакой не просят. На помощь со стороны нового депутата избиратели надеются. И, опустив бюллетень в урну, сразу же дают наказы кандидатам. Надеемся на то, что что-то у нас поменяется. Для молодежи, чтобы здесь было много что-то организовано. И, не знаю, там как стадионы, люди мечтают о бассейне, чтобы было на Паравино. Ну, чтобы наши интересы учитывали, чтобы прислушивались к нашим голосам. Вы считаете, что ваш голос будет услышан? Ну, надеюсь. Все наказы должна взять на карандаш Ирина Черкова. Именно она со значительным отрывом от других кандидатов одержала победу в довыборах в Архангельскую Гурдуму. Ей отдали предпочтение, по предварительным данным, свыше полутора тысяч избирателей. Итак, какой же была явка? Признаны ли выборы легитимными? И не нарушался ли порядок голосования? Спросим у председателя областной избирательной комиссии Андрея Контьевского. Андрей Васильевич, здравствуйте. Итак, можем ли вы сказать, что уже подведены окончательные итоги? И те люди, о которых мы сейчас говорили, они действительно победители? Ну, наверное, сказать о том, что окончательные итоги подведены еще рано, потому что процедура подразумевает получение с нижестоящих избирательных комиссий протоколов всех участковых территориальных избирательных комиссий, соответственно, подведение итогов уже окружной комиссии. И после только этого мы будем подводить итоги в целом по кампании, которая у нас прошла. Если говорить о том, каким образом кампания проходила, достаточно спокойно проходила кампания на территории Архангельской области. То, что касается явки избирателей, она составила чуть более 15%. Конечно, она не очень высока, но это объяснимо, потому что выборы локально проходили на части территории, о чем уже говорилось. Избиратели приходили на участки. В Котласе, к сожалению, меньше 10% пришло на участки, но это тоже объяснимо, потому что часть города Котласа голосовала, сам непосредственно округ включал половину города. Ну и в 31-м округе, который включался Шенкурский район и Вельский, там активность избирателей гораздо выше была, она почти к 20% достигла. Здесь мы проанализировали пока информацию, которая есть. Я считаю, что все-таки кандидаты пошли по пути встреч с избирателями. У меня основная масса была кандидатов направлена на эти встречи. И агитационных материалов не так много выпускалось кандидатами, поэтому пришли именно те избиратели, с которыми так или иначе пообщались с теми потенциальными кандидатами, участвующими в гонке. А все-таки вот о явке, да, достаточно она, в общем-то, низкая. Если брать по Архангельску, то получается, из 9 избирательных участков полностью проголосовало только один, остальные не голосовали. То есть это о чем говорит, что люди не хотят, мы все меньше заинтересованы или тут какие-то другие факторы? Ну, это, во-первых, связано с тем, что это, еще раз повторю, дополнительные выборы в Гордуму в том числе. Избирался депутат Ирина Александровна Черкова избралась фактически на год, потому что в следующем году основные выборы в Архангельске пройдут и будет избираться новый состав Гордумы. Поэтому и интерес к этим выборам, наверное, был не такой острый, в том числе и потому, что май месяц, да, так скажем, и погода вчера действительно была тоже очень такая ветреная и холодная. Наверное, избиратели решили все-таки остаться дома, понимая, что, в общем-то, выборы и так пройдут. Если вот еще раз о явке, то на сегодняшний день какая цифра и при каких условиях выборы бы не состоялись? Цифра по области средняя 15,29%, это включая, как я уже говорил, 9 с небольшим процентом по Котласу, то есть там явка была очень низкая, ну и, соответственно, в Шенкурском районе, 31 округ, там явка 19,27%. По закону явка сейчас как таковой нету, которая бы признавалась нелегитимными, либо недействительными выборами. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы избиратели более активно принимали участие в выборах, тем более, что осенью в единый день голосования нам предстоит на территории Архангельской области достаточно большое количество избирательных компаний. Будут избираться депутаты представительных органов в городе Северодвинске, в городе Новодвинске, в городе Коряжме и также в 11 районах области. Поэтому депутаты, которые будут представлять интересы жителей этих муниципальных образований, я думаю, что избиратели должны свой выбор сделать именно в отношении тех лиц, которые будут в ближайшие 4-5 лет на срок полномочия этих представительных органов представлять интересы избирателей. Но эти выборы уже пройдут в сентябре 2017 года, в единый день? В единый день голосования 10 сентября пройдут эти выборы, да. Каждую выборную кампанию сопровождают ряд, скажем так, таких интриг, может быть, да, закулисных, незакулисных, жалобы поступают от населения, от кандидатов на других кандидатов. Вот в этот раз, в эти выборы были ли какие-то жалобы, по которым до сих пор ведутся проверки? То, что касается выборов, дополнительных выборов в Архангельско-областное собрание депутатов, избирательную комиссию области, единственная жалоба поступила от одного из кандидатов по информированию избирателей, но мы ее проверили, факты там не подтвердились. Больше никаких жалоб и заявлений к нам не поступало ни в день голосования, ни после дня голосования. То, что касается дополнительных выборов депутата Гордумы, там действительно достаточно серьезная борьба была между кандидатами, и вот за день голосования, за несколько дней поступали жалобы и заявления и в комиссию, и в правоохранительные органы, значит, соответственно, они все проверялись. Те факты, которые были указаны в ряде средств массовой информации по поводу якобы подкупа, они не подтвердились. То есть вчера на участках присутствовало достаточно большое количество полицейских, а также было очень много наблюдателей в комиссии права совещательного голоса, которые наблюдали и проверяли правильность, легитимность происходящих процедур. Могу сказать, что эти выборы, вот на сегодня раз не поступило ни одного заявления от кандидатов, значит, все удовлетворены тем результатом, который достиг, и говорить о том, что какие-то нарушения были, наверное, нельзя. Андрей Васильевич, я благодарю вас за беседу, спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в студии гостем был председатель областной избирательной комиссии Андрей Контьевский. Ну а мы продолжаем выпуск. Сегодня в Архангельске стартовала акция «Внимание, дети!». Ее цель в преддверии летних каникул предотвратить происшествия с участием воспитанников детских садов, школьников и студентов. В этом году в Архангельской области отмечен рост ДТП, в котором уже пострадало 47 подростков. Акция «Внимание, дети!» пройдет до 11 июня. За это время в детсадах, школах и вузах пройдут флэш-мобы и викторины, а 3 июня в Архангельске состоится фестиваль безопасности для детей и их родителей. В Архангельске стартовала акция по сбору книг для восстановления фондов Плесецкой районной библиотеки. Напомним, это кладовое знание сгорело в ночь с 12 на 13 мая. Накануне на пункт приема, организованный в Добролюбовке, пришли представители землячеств, регионального совета национальности и ветеранских организаций. В Дарплесецкой библиотеке они передали почти 500 книг на любой вкус и возраст, от художественной литературы до словарей и энциклопедий. Это такой пласт культуры был уничтожен. Помимо библиотеки сгорел там еще и музей. И не помочь, вот сегодня собрались, вы посмотрите, и диаспоры. Сегодня приходят ветераны, пенсионеры, молодежь приносит книги. Все откликнулись. Это станет таким символом нашего возрождения, нашей памяти. Что касается возрождения самой библиотеки, то в данный момент ведется поиск нового помещения. Команда Архангельского областного клуба «Учитель года» получила награду Всероссийского уровня. Наши педагоги заняли второе место на чемпионате региональных педагогических команд «Черук-2017», который прошел в Ульяновске. Конкурс проводится уже во второй раз и призван познакомить учителей с лучшими методиками школ всей страны. Не первые, но все равно победители. Так, без лишней скромности, заявляют о себе участники педагогического конкурса «Черук-2017». Нашу область на нем представляли Ольга Красильникова, Оксана Карельская, Марьяна Душичева и Андрей Борошнин. Все они члены регионального клуба «Учитель года». До поездки на конкурс были даже незнакомы друг с другом и вообще не рассчитывали войти в призеры. Но за короткий промежуток времени учителя стали одной сплоченной командой. Собрались мы, наверное, случайно, но это было очень какое-то продуманное решение. Мы очень подошли друг к другу. Команда из четырех человек психологически подошли просто стопроцентно. Всего в конкурсе участвовали 18 коллективов из 17 регионов России. Каждый должен был презентовать свою команду, провести открытые занятия со школьниками и мастер-класс для своих коллег. Главное в каждом задании – показать умение творчески подходить к своей профессии. Узнавать то, что учитель – это не только строгий приверженец каких-то правил и то, что нужно выдать по программе. Это человек, который разносторонне развит, который удивляется всему на свете. Значит, это очень приятно мне как психологу. Самым сложным стал конкурс «Педагогический проект». Нашим учителям нужно было создать видеоанонс, так называемый буктрейлер, по книге «Маленький принц». С этим заданием команда «Поморья» справилась хорошо, получив за него наибольшее количество баллов. В итоге команда Архангельской области оказалась на втором месте, уступив коллегам из Курганской области. Михаил Меньшанин, Евгений Зыков, Архангельское телевидение. Продолжаем. Более 80 миллионов рублей потратят на ремонт дорог в Северодвинске. Подрядчиком стал Аксум. Специалисты уже ведут работы на острове Ягры. На очереди участки дорог от улицы Мира до Приморского бульвара и от улицы Макаренко до Краснофлотской. Архангелогородцам не до сна было в минувшую субботу. Город был во власти ночи музеев. Пожалуй, она выдалась самой неординарной за всю историю. Горожане не только наслаждались прекрасным, но и сами создавали его. Обо всех подробностях Вадим Федосеев. Многие жители столицы Поморья, несмотря на прохладную погоду, провели ночь субботы на воскресенье в музеях. В один только краеведческий приобщиться к Миру Прекрасного пришли около тысячи человек. Многие целыми семьями. В честь 180-летия со дня открытия гостиных дворов для всех гостей здесь подготовили сюрприз. Пожалуйста, проходите. Расскажем все, что мы знаем о Петровской армии. Мушкетеры, мушкет-напли. Все? И мушкетеры вели всех посетителей в новый, только что открытый выставочный зал, посвященный третьему визиту Петра Первого в столицу Поморья. Можно сказать, что это как бы филиал Новодвинской крепости, непосредственно в стенах архангельских гостейных дворов. А происходить сегодня здесь будут премьерные экскурсии для посетителей музея, а также выступления участников клуба исторической реконструкции «Преображенский полк» 1709 год, как он называется, в Санкт-Петербурге. Все удивило то, что все вокруг очень красиво. Впечатления особенно у меня произвели экспонаты кораблей, пушки, ядра. Очень много узнало бы истории архангельска. А еще выступления актеров театра драмы и молодежного театра, открытый микрофон и множество экскурсий. Было на что посмотреть в «Ночь искусств» и в Музее изобразительного искусства, картины известных северных художников, ювелирные работы мастеров и, конечно, выставка поп-арта. Вот мы можем увидеть поп-арт, то есть современное искусство, а сверху надо мной находятся иконы, совершенно разноплановые вещи, и люди, которые приходят по-настоящему, обогащаются и развиваются во всех направлениях. Все желающие смогли не только созерцать прекрасное, но и сами участвовать в его создании. Здесь нарисованы цветы, здесь некоторые надписи нарисованы, здесь мы изображаем то, что мы чувствуем, то, что мы вдохновились в этом месте, то, что мы рассмотрели разных писателей, картины художников, нас это вдохновляет. Что называется практической, стала и культурная программа «Ночи в Северном морском музее». Люди приняли участие в квест-играх, мастер-классах по вязанию морских узлов. Каждый желающий посетил уникальный дом полярника. Каждый из посетителей этого домика может подойти к рабочему месту, занять кресло радиста и отправить показания по рации. Из года в год участниками «Ночи в музее» становится все больше архангелогородцев. В этот раз цифра желающих приобщиться к прекрасному превысила 10 тысяч человек. Организаторы уверены, в следующем году участников «Ночи музеев» будет еще больше, а потому начали готовиться уже сейчас. Вадим Федосеев, Евгений Зыков, Архангельское телевидение. В Малых Карелах прошли соревнования по спортивному ориентированию «Российский азиму-2017». Эти состязания догоняют по популярности «Кросснаций» и «Лыжню России». Картой и компасом по всей стране вооружаются десятки тысяч человек. Три сотни любителей и профессионалов добрались до музея деревянного зодчества. «Приехал в основном в Архангельск, Северодвинск, Новодвинск и близлежащие районы. На местности расставлено около 30 контрольных пунктов. Ребята в зависимости от групп нужно выбрать определенное количество». Самым юным участникам соревнований нужно было отыскать и отметиться на 8 контрольных пунктах. От опытных спортсменов организаторы скрыли до 28 КП. В итоге среди профессионалов лучше других сориентировались на дистанции Архангелогородца Андрей Ходанович и Альбина Палкина. О новостях региона продолжим рассказывать в 16 часов на канале ПС. Будьте с нами.